Всем привет! С вами Ольга Чернова, очередной выпуск Огородной Азбуки. Сегодня понедельник, но я не уверена, что я успею сегодня выложить это видео. Когда бы я не выложила его, все равно посмотреть его рекомендую, потому что тема такая очень животрепещущая. Очередной выпуск Огородной Азбуки я хотела снять не на эту тему, но многие зрители настоятельно меня несколько раз просили затронуть тему теневыносливости томатов, потому что сейчас эта тема очень актуальная, все подбирают сорта себе для будущего сезона. И эта тема касается почти всех, потому что у нас, в нашей стране, у большинства людей участки небольшие, 6-7 соток, редко у кого там 10-15, и почти на каждом участке есть то место, которое притеняется. С одной стороны у нас, например, тень от забора падает, с другой стороны тень от соседских деревьев фруктовых, с третьей стороны тень от домика, всем это знакомо, это тема наболевшая. И вот, когда одна зрительница спросила, назовите сорта теневыносливых томатов, я задумалась, томатов ведь очень много, я никогда статистику отдельно не вела, вот, например, какой сорт, например, этот, этот и этот. Я ради интереса посмотрела много-много сайтов, вот сейчас перед тем, как начать разговаривать на эту тему, ну а посмотреть сайты и описание, это то же самое, что зайти в магазин, я представила, что я вот просто покупатель, пришла в магазин, хочу найти тень от теневыносливые томаты. Я удивилась, что почти ни на каких, ни на одних пачках, я у себя пачки посмотрела, это качество томатов не указано. Я вот нашла всего лишь один украинский сайт, это даже не наш, не российский, видите, написано, это цена в гривнах, это значит, что это украинский сайт. И только на этом сайте, вот на двух сортах я увидела, что написано, сорт холодостойкий и теневыносливый. Вот, Дебарао царский желтый и вот здесь тоже розовый, тоже теневыносливый. Но это исключение из правил. А вообще, производители почти никогда этого не указывают, можно ли выращивать томат в тени или нет. И ясно, что зайдя в магазин, вы не можете весь текст на пачках, весь этот перечитывать и искать. Я сейчас расскажу вам, как вы можете определить, какие сорта можно посадить в притененное место, а какие нет. Вот смотрите, я еще раз говорю, что именно название сортов я называть не буду, потому что сортов у нас несколько тысяч, мы живем в разных регионах, и у каждого свой сорт. Вот, районированный. Я скажу вам, как можно их отличать. Вот я специально в этом году купила пачку сорта Демидов, потому что я часто о нем рассказываю, но картинки у меня не было. И вот она мне сейчас пригодилась. Я вам покажу на обратной стороне. Вы можете даже не искать выражение тем невыносливой, вы можете просто посмотреть. Если написано, пригоден для выращивания с загущением, это однозначно, сорт можно высаживать на участок притененный. Где-то написано с загущением до 6 растений, где-то написано 5, где-то даже 8. Это не имеет значения, если написано, что томат можно выращивать с загущением. Это значит, его можно где-то и вдоль забора, и немножко под деревом. Что значит выращивать с загущением? Это значит, что мы можем высадить сплошной грядой через 30-35-40 сантиметров вот эти вот кусты томатов. И они обязательно будут в тени от своих соседей томатов. Вот через 30 сантиметров. Ясно, что с одной стороны солнце светит, сейчас он с этой стороны тенью закрытый от правого соседа, от соседа справа. После обеда он будет закрыт тенью от соседа слева. Значит, производитель уже заранее, рекомендуя нам загущенные посадки, он знает, что вот в таком притененном состоянии от соседних кустов он даст хороший урожай. Значит, если томат выращивать можно с загущением, значит его можно и высаживать где-то, где половина дня солнца, половина дня тень. Ни в коем случае нельзя в притененные участки высаживать томаты с длительным вегетационным периодом, крупноплодные, которые позднеспелые. Но вы понимаете, что произойдет. Он и так у него длительный период, некоторые даже до сентября не успевают вызревать. Если он крупноплодный, если он позднеспелый, у него растянется вот это созревание еще дольше. И получится, что он у вас вот к началу заморозков, особенно в сибирском регионе, как у нас, он будет у вас все плоды зеленые. Не нужно рисковать такими томатами. Вот для них нужно выбрать место самое-самое солнечное в огороде. А в тень какие еще можно садить? Конечно, ну не совсем в тень, а где, например, полдня тень, полдня солнце. Вообще стопроцентной тени не бывает, конечно. Солнце же кружится. И вот, можно еще высаживать скороспелки. Если томат скороспелый, если он такой, у него короткий вегетационный период, значит он хоть в тени, хоть на солнце, хоть в тени, наоборот, даже в тени, он вызреет. Он успеет благодаря своему укороченному вегетационному периоду. И еще, ведь мы знаем, что чем больше солнце получает томат, тем он сладче. Если у вас крупноплодный томат будет кислым, это будет очень обидно, потому что мы его выращиваем для салатов, для употребления в свежем виде. А в притененное место можно высаживать те сорта, которые или скороспелые, или предназначены у вас для засолки, для консервирования. Потому что там вот эта кислинка, она не играет никакого значения, вы можете ее исправить добавлением сахара. И там вы сами можете решить, какой вы хотите получить, соленый томат или сладкий. Можно из любого томата сделать сладкий. Вот это, кстати, вот здесь написано, видите, вот эти сорта, они для консервирования и засола. Поэтому, вероятно, если они будут даже расти в тени, при засолке вот этих вот небольших огрехов, вы не заметите. Да и даже если, например, смотрите, если их употреблять в свежем виде, вот я имею в виду про скороспелые и про те, которые вы хотите высадить в тени, но они которые не крупноплодные и не такие ни сладкие, ни сахаристые. У всех скороспелок и так присутствует вот эта кислинка во вкусе, так что, хоть он на солнце, он будет немного кислить, хоть он в тени, не сильно будет заметна разница. Очень заметна будет разница только у тех крупноплодных и вот таких позднеспелых, которые должны именно на солнце 2 или 3 месяца созревать, вот накапливать свои сахара, свой вот этот изумительный сладкий вкус, который присущ вот этим вот крупноплодным сортам. А те, которые, вот сейчас я хотела показать вам даже, у меня где-то фотографии есть. Блин, что-то не хочет. Сейчас, подождите. Я вот, например, в своем огороде высаживаю вот такие, которые как демидов. Да, кстати, вот эти, которые с загущением, я про них уже много раз говорила, у нас в Сибирском регионе, и мы их очень часто используем вот для таких посадок. Это и полюс. Что у меня творится невообразимое. Да, хотела показать вам те сорта, которые я выращиваю из-за гущена и которые выращиваю в любых уголках своего огорода. Вот видите, тот же самый демидов, пачка, которого я вам показывала. Видно, что здесь даже и никакой грядки нет. Вот с этой стороны у меня здесь забор от одного соседа, вот с этой стороны у меня забор с улицы. Тут вот такая, как приступка, там непонятно что. Завалили кучу мусора с землей. И вот несколько сантиметров осталось, я их натыкала. И вот в такой тени, как, тут полдня тень с одной стороны, большую часть тень с другой стороны. Ну, совсем не хочет фото двигаться. К сожалению, просмотр фото у меня не получился. Я хотела показать еще, вот, например, ринет, Санька. Вот видите, вот это ринет. Видно, что он был посажен с огромной загущенностью, ну, вообще очень. Тут у меня 16, что ли, было 10-16 на полтора квадратных метра. Ясно, что вот сейчас это поздняя осень, он уже весь, стебельки засохли. Ну, представьте, когда здесь были зеленые листья. Ясно, что он друг друга загущивает. И все равно, он хорошо плодоносит для своей, как... для своего вот сорта, для раннеспелого, для мелкоплодного. Он показывает хорошие результаты даже при загущенности и при притяненности. Все, принцип вы поняли. Главное, если вы, например, хотите на грядку, где немножко тень, все-таки высадить какие-то томаты, отдавайте предпочтение или скороспелым, или тем, которые позволяют себя выращивать в загущенном виде, или тем, которые вы будете использовать для засола и для консервирования. Вот эти все томаты, они у вас вырастут прекрасно, потому что они все-таки считаются теневыносливыми. И вот отвечая на вопрос, какие томаты, какие сорта томатов теневыносливые, не перечисляя, вот сами сорта, я могу сказать, те, которые с коротким сроком вегетации, те, которые можно выращивать загущенно, и можете туда же посадить те, которые предназначены для консервирования и для засола. Ну, а если вы хотите выбрать какие-то другие именно сорта, то, конечно, ищите лучше всего, чтобы на пачке было написано прям словами, что томат тень выносливый, чтобы не было разочарования. Вот он, Санька, поступил. Видите, как у меня интернет плохо, вообще компьютер что-то плохо работает. И в завершение хочу сказать, что все-таки томаты это солнцелюбивые у нас культуры. Самый лучший результат получается на том месте, где весь день солнце. Там получаются самые сладкие томаты, там самый большой урожай. И в притененные участки мы их высаживать должны только в самом-самом крайнем случае, когда уже больше разместить некуда, но очень нужно. Все, до свидания.